Всем привет, ребята! Меня зовут Ники Макалин, и сегодня будет одно из ваших самых любимых видео. Это покупки из магазина FixPrice. Я снова совершила набег и купила целый пакет, который мне сейчас даже тяжело держать. Кое-что я покупала по вашим советам. Если вам нравится видео с покупками из магазина FixPrice, обязательно поставьте пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. А теперь погнали! Начну с того, что выбивалось у меня из пакета и более такого полезного. Я взяла в этот раз вот такие вешалки. До этого я покупала тоже тоненькие, но они не были прорезиненные, и там было их больше штук. Цена за один набор из трех вешалок 55 рублей. Я взяла таких три набора, потому что сейчас ко мне приходят много посылок с одеждой, которые мы, кстати говоря, с вами будем вместе распаковывать в скором будущем. Мне нужно будет куда-то вешать ту одежду, которую я заказывала. Поэтому я решила взять вот такие. К тому же там их было много. Я решила взять сразу несколько розовеньких, которые бы подошли к моему шкафу. Правда, у меня там только белые вешалки. Но ничего страшного, зато теперь будут и розовые, значит. Кто-то из вас в комментариях посоветовал мне вот такой френч-пресс. Правильно это называется? Такой чайничек, куда я могу заваривать чай или кофе. Но я решила взять его исключительно для чая, потому что когда я одна дома, но я хочу чай, я все равно завариваю этот большой литровый чайник свой. А мне нужно что-то поменьше. Здесь, по-моему, всего лишь 500 миллилитров. Да даже 350. О, как круто! По качеству, конечно, крышка закрывается не очень плотно, но такая идея за 99 рублей чайничка мне очень даже понравилась, чем покупать какой-то аналогичный чайник, там, рублей за 400, за 500, да? Когда мне он нужен-то не очень-таки часто. Дальше я взяла вот такой золотистый круг, и пока я его довезла до дома, он у меня согнулся вдвое. Я сначала не знала, для чего он мне нужен, но мне в комментариях на моем влоговом канале подсказали, что такую подстилку можно будет постелить под чашечки с кормом для котиков, и тогда весь корм, который будет высыпаться, будет высыпаться вот сюда, и тогда можно будет легко убирать его и собирать. Я, в принципе, так и сделаю. Единственное, что вот из-за ценника, да, вот здесь вот остается такой след. Но я думаю, что это не проблема, к тому же я буду все равно ее использовать на полу. И знаете, а-ля такой королевский стиль получится. Ребята, как я вам говорила раньше, на одном из моих любимых сайтов проходит фестиваль шоппинга. Это сумасшедшая распродажа, скидки до 75% на все товары. Сайт Rosegal это сайт модной одежды и не только. Вы также можете использовать купоны, и тогда выгода будет двойная. Купоны я вам оставлю внизу в описании. Весь ноябрь там будут проходить различные акции, такие как Киперпонедельник. Так что заходите, смотрите товары для декора, одежду, сумки, обувь. Скоро на моем канале выйдут видео с распаковками с этого сайта, так что ждите. И вы знаете, по моим видео там есть много всего интересного. Так что разворачивайте описание, там будет ссылка и купоны. И раз уж я заговорила о котиках, во-первых, я им взяла вот такие игрушки. Я их уже давным-давно увидела в Фикс Прайсе, и когда их показывали в покупках, в то время, когда у меня еще не было котов, двух, один из которых вот здесь лежит и никак не хочет уходить. Он хочет лежать вот здесь на теплой шубке. Я думала, ну зачем нужны игрушки для котов? Вы представляете, да, насколько я не была кошатницей? Но сейчас мне показалось, что это очень даже прикольно, и я вот начинаю греметь, и у меня другой мой котик, Чортик, он уже ушки навострил и подбегает сюда ко мне. У меня два кота. Один серый, его зовут Гром, он как тучка, а второй это Чортик, он абсолютно черный, поэтому его и так зовут. И также я уже во второй раз повторяю вот такую покупку. Первая у меня сломалась, порвалась, да и вообще очень хорошо они играют с такой игрушкой. Единственное, что первой, по-моему, там была не мышка, а просто какие-то перышки. Но здесь и мышка, и перышки, и колокольчик. И я жду, не дождусь, когда я ее распакую и буду играть с кошаками, потому что, ну, просто они как бешеные становятся, когда видят такую игрушку. Обязательно попробуйте, если у вас есть питомцы. Следующее, что я купила в фикс-прайсе, это были художественные фломастеры 6 штук с наконечником в форме кисти. Раньше такие были и другие в фикс-прайсе, но сейчас появились вот такие, я поэтому подумала, давайте-ка я попробую такие. Но они, наверное, уже давно там. Это такая имитация кисточек, стоила всего 55 рублей, 6 цветов, я думаю, что это выгодно. Что касается канцелярии, я взяла набор маркеров текстовыделителей, это я взяла конкретно целенаправленно для себя, для этого я покупала в фикс-прайсе другие текстовыделители, они быстро высохли. Я решила, почему бы их не заменить. К тому же эти такие пухлые, прикольные, не знаю, на сколько их хватит, но здесь 5 цветов, посмотрим, будем пользоваться. И также, что не касается канцелярии, но это бумага. В общем, это упаковочная бумага для подарков. Я почему ее решила взять, потому что, во-первых, она идет белая, во-вторых, она идет в горошек, так еще и в золотой. То есть не такая, да, ляпистая подарочная бумага, а что-то такое необычное, красивое. Я решила взять. Пока еще даже подарка не... Кстати, я из канцелярии, оказывается, еще взяла вот такой степлер со скобами. Здесь уже идут скобы в наборе. Здесь скрепляет до 20 листов, здесь написано. Я решила это проверить. Не знаю, насколько это правда. Тысячу штук здесь. Он маленький, не знаю, насколько будет хорошо работать, но за 50 рублей купить сразу и скобы, и степлер, я думаю, что это достаточно выгодно. В этот раз, когда я пошла в фикс-прайсе, увидела вот такую пилку для ног, которая как раз-таки в другой форме у меня уже была. Я решила взять, потому что в магазине, который находится недалеко от моего дома, я увидела, что там она продается за 250 рублей. А в фикс-прайсе она стоит всего лишь 99 рублей, к тому же она очень хорошо работает. Удобная вещь для педикюра, к тому же стоит очень дешево, и хорошая ручка деревянная. И последнее на этот раз, что я взяла, это были такие лепешки. Лепешки пшеничные мультизлаковые. Они маленькие идут. Там есть такие же большие, но я решила в этот раз взять маленькие. Большие я уже пробовала, кстати говоря. Буду заворачивать роллы. Я это делаю не очень часто, но бывает хочется. Что ж, на этом все. Это были все мои покупки из фикс-прайса на этот раз. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и не было очень затянутым. Поставьте пальчик вверх под этим видео, если вы хотите больше таких видео. А также не забудьте написать внизу в комментариях, что вы советуете мне купить в следующий раз, когда я пойду в фикс-прайс. Я там искала по вашему совету блокнот с пайетками, который меняет цвета антистресс, но я его, к сожалению, не нашла. Все равно спасибо вам за ваши наводки и за ваши советы. Мы с вами увидимся уже в следующем видео или же в одном из вот этих, которые я вам каждый раз предлагаю в конце каждого видео. Ну или вы можете зайти на мой влоговый канал, там видео выходят каждый день. Увидимся с вами скоро. Пока!